На сайте «Живём на Севере» на платформе «Решай» проходит опрос о необходимости участия граждан в софинансировании социально значимых проектов посредством самообложения. Уточним, самообложение – это добровольное участие граждан в сдаче средств для решения конкретных вопросов местного значения. Опрос на эту тему продлится до 22-го числа. На данный момент 30 пользователей выразили своё согласие, если очевиден конечный результат. Средства самообложения – это разовые платежи, которые население уплачивает для реализации определённых целей и задач. Но мы не можем орган местного самоуправления самостоятельно определить, на какие цели, когда и как, в каком размере, собственно говоря, будут эти деньги собраны и потрачены. Решение о самообложении принимается всем населением муниципального образования. Напомним, что принять участие в опросе могут все губкинцы, но для этого нужно быть зарегистрированным на портале «Живём на Севере». Специалисты отмечают, что большая часть инициатив находит поддержку среди горожан. К примеру, услуга книгоношества. С 2016 года сотрудники централизованной библиотечной системы и волонтёры из числа молодёжи приносят людям с ограниченными возможностями на дом книги из библиотеки. Услугой сейчас пользуются 15 человек. Согласно опросу на портале «Живём на Севере», подавляющее большинство пользователей согласны, что книгоношество необходимо. Многие люди с ограниченными, например, возможностями, они и не пользуются интернетом. Есть пожилые люди, которые не знают, как войти, у них вообще может не быть компьютера. Поэтому мы ориентируемся всё-таки на ту категорию людей, которые действительно в этой услуге нуждаемся. С момента старта в губкинском проекта «Живём на Севере» на портале проведено 14 опросов. По словам специалистов, сайт предоставляет возможность пользователям принять участие в решении актуальных городских вопросов, а отсутствие анонимной регистрации делает достоверными данные, полученные в ходе опросов. Здесь мы знаем точно, что этот человек зарегистрирован на этом сайте, он даст достоверную информацию, и мы точно будем знать, нужна ли эта услуга в нашем городе, сколько людей хотят пользоваться. «Живём на Севере» нам очень хорошо помогает посмотреть на отношение населения к нашим каким-то проектам. Здесь мнение выражено по конкретному вопросу – да или нет. И это для нас очень хорошая обратная связь. На платформе «Решай в настоящее время» активен опрос о логотипе стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2030 года. Пользователи сайта могут выбрать понравившийся вариант из трёх предложенных. Опрос продлится до 31 августа. Валерий Усманов, Денис Гимб, Алексей Магин. Новости Губкинского.